При единстве и согласии народа можно преодолеть любые трудности. По словам Аксахалов, отбор кадров, проверка их знаний, ротация Акимов – это правильный шаг на пути к развитию страны. Я полностью поддерживаю политику нашего президента, который уже год находится у власти. Создаются новые предприятия и рабочие места. Также намечается повышение заработной платы госслужащих. Так, по словам Аксахалов, работа, проводимая нынешней властью, позволит Кыргызстану повысить уровень жизни и благосостояния кыргызстанцев. 17 мая прошлого года Кыргызстан ввел внешнее управление на руднике Кумтор. Теперь рудник работает во благо народа. Это абсолютно правильное решение. Также был дан ряд рекомендаций по вопросу улучшения медицинской сферы и экологии. Было предложено создать постоянно действующую диалоговую площадку, которая была бы беспристрастным мостом между народом и властью. С приходом президента в сфере медицины произошло много положительных изменений. Но этого недостаточно. У нас нет оборудования и помещений в больницах. Конечно, в одной части это не решится. Нам необходимо улучшить условия государственных больниц. В сфере образования также есть положительные изменения. Зарплаты выросли, но качество образования детей зависит от учителя. Всему государству необходимо работать над развитием нашей страны. Пока в стране мир и процветание страна будет развиваться, заключили Аксакалы. И выразили надежду на то, что вместе мы сможем внести вклад в развитие государства. Амана Исраилова Замаджапака, Фалато, 24.